Добро пожаловать к нам на канал! Сегодня в выпуске следующие новости. Появилась информация о переработках некоторых персонажей Overwatch 2. Skull and Bones будет временно доступна бесплатно. Sony разрабатывает проект по тюркской мифологии и многое другое. Разработчики Overwatch 2 поделились новой информацией о переработке некоторых персонажей, которая должна появиться в проекте в будущем. Подробности опубликовали в рамках специальной сессии ответов на вопросы на сабреддите игры на Reddit. В беседе участвовали дизайнер геймплея Олег Доусон, главный дизайнер баланса Джош Но и главный продюсер Хэнни Хатсон. В итоге стало известно следующее. В 11 сезоне будет изменена механика магнитной гранаты для Кэссиди. Отмечается, что она будет больше напоминать светошумовую гранату, которая была раньше. Среди основных ее правок она перестанет наводиться на цель и будет срабатывать на меньшей дальности. Для Жнеца разрабатывается обновленная версия навыка «Шаг сквозь тень». Однако уточняется, что ее реализация достаточно сложная и на текущий момент команда составляет план работы. Касаемо ткача жизни, разработчики обсуждают неудобства переключения между лечением и уроном, а также необходимость в большей мотивации в использовании платформы Лепестка другими игроками. Каких-то конкретных изменений пока не заявлено. Для Ангела команда продумывает возможности улучшения подвижности и эффективности в условиях переработанной пассивной способности персонажей класса урон. Помимо этого отмечается, что Ангел по-прежнему является одним из самых популярных героев поддержки в рейтинге до элиты и топ-500. Опять же, никакой конкретики, однако не исключается шанс, что она получит какие-то важные изменения. Помимо этого, команда изучает возможность перенесения некоторых механик Зазеркалья в основную игру. Они могут появиться как в формате новых талантов для существующих героев, так и для новых персонажей. Анонсировано продолжение аниме-адаптации манги «Магия и Мускулы». Официальное сообщение появилось в рамках специального ивента, на котором, помимо прочего, продемонстрировали первый тизер предстоящих эпизодов. Никаких подробностей о сюжете продолжения пока нет. Напомним, премьера шоу состоялась в апреле 2023, а второй сезон стартовал 6 января текущего года. Разработчики Американ Тракт Симулятор выпустили новую подборку скриншотов предстоящего дополнения, посвященного штату Арканзас. В публикации авторы продемонстрировали различные города, которые появятся в новом регионе. Среди них Харди, располагающийся в горах Азарк. Локация известна своим центром, в котором находится исторический здание 19 века. Административный центр Октугура-Севьер-де-Куин. Город располагается на пересечении нескольких маршрутов и 71-го шоссе. Магнолия. Город, известный тем, что во времена Второй мировой войны был крупнейшим месторождением по добыче нефти в США. Канвей. Административный центр округа Фолкнер. На сегодняшний день он известен под прозвищем «Город колледжей» из-за того, что здесь находятся три высших учебных заведения, включая Университет Центрального Арканзаса. Также показаны некоторые другие населенные пункты. Пока сроки выхода дополнения неизвестны, однако пользователи уже могут добавить его в список желаемого в магазине Steam. Джеймс Ганн сообщил об изменениях в команде по производству сериала «Фонари». По его словам, к созданию шоу присоединились Дэймон Линделов, работавший над проектом «Остаться в живых», Крис Манди, известный по Азарак, и лауреат премии Айнснера, писатель комиксов Том Кинг. Напомним, сериал «Фонари» впервые анонсировали в 2023-м. Тайтл является частью вселенной DC под названием «Боги и монстры». Сюжет расскажет о похождениях межгалактического отряда зеленых фонарей на Земле. Премьера ожидается на стриминговом сервисе Max не раньше 2025 года. Ubisoft анонсировала новую акцию для своего проекта Skull & Bones. В рамках события игра будет доступна бесплатно для всех желающих. Пробный период начнется 30 мая и продлится до 6 июня. А предварительная загрузка клиента стартует 28-го числа текущего месяца вместе с началом нового сезона. Отмечается, что в бесплатной версии не будет никаких ограничений по сравнению с полноценной. Как обычно, весь достигнутый пользователями прогресс перенесется в основную игру после ее покупки. Анонсировано новое аниме по франшизе «Призрак в доспехах». Производством проекта занимается студия Science Saru. Ранее выпустившая ленту Скотт Пеллегрим жмет на газ. Вместе с новостью также появился специальный тизер. Из подробностей пока известно, что в производстве проекта будет помогать компания Production IG, ранее занимавшаяся анимационной полнометражной лентой «Призрак в доспехах. Синдром одиночки». Другой информации по сериалу нет. Премьера должна состояться в 2026 году. Пока что без точной даты. Студия Green Man Gaming объявила дату релиза консольной версии симулятора дальнобойщика Аляскан Роуд Тракерс. Команда выпустила специальный ролик, вместе с которым объявила, что проект появится на Xbox Series и PlayStation 5 под названием Аляскан Роуд Тракерс Highway Edition. В новое издание будут ходить все дополнения, которые до этого выпускались на ПК. Релиз портированной версии запланирован на 11 июля. Разработчики Man of War 2 поделились планами по дальнейшему развитию проекта. Представители команды ответили, что продолжат прислушиваться к пользователям, чтобы совершенствовать игру. В частности, до конца мая должен состояться выход обновления, исправляющего баги и повышающего стабильность серверов. В течение июня появятся несколько небольших апдейтов, направленных на продолжение интеграции оффлайн-режима, а также исправление ошибок, мешающих запуску одиночных миссий. В среднесрочной перспективе, рассчитанной на период от 1 до 5 месяцев, команда продолжит работать над реализацией полноценного оффлайн-режима для одиночных компаний. Помимо этого, появится интеграция модов в основной интерфейс и лобби, произойдет пересмотр сложностей некоторых миссий, а также добавят настройки в скорости в одиночной игре. А в долгосрочной перспективе, команда планирует множество улучшений, среди которых доработка поиска пути для транспорта, адаптация текстуры моделей под технологию PBR, повышение детализации повреждений, улучшение атмосферы за счет новых звуков и эффектов, переработка интерфейса и механик управления отрядами. Релиз проекта Soul of Mask перенесли. Официальное сообщение поступило от самих разработчиков. В своем обращении к игрокам авторы сообщили, что в связи с успехами последнего открытого бета-тестирования запуск тайтла сместили с 18 июня на 31 мая. Они отметили, что сообщество оставило очень много положительных отзывов по последнем тесте. Напомним, после премьеры игры пользователь ждет 500 часов игрового процесса, 7 уникальных регионов, 8 классов оружия, 75 боевых навыков и различные испытания. Разработчики ремейка System Shock объявили об отмене версии проекта для Linux и macOS. Официальное сообщение появилось на странице тайтла на краудфандинговой платформе Kickstarter. Причины такого решения команда указывать не стала. Напомним, для выпуска версии авторы устанавливали цель 1,1 миллиона долларов. В итоге на производство тогда смогли собрать 1,3 миллиона. Авторы Assassin's Creed Shadows поделились новой информацией о проекте. В частности, арт-директор игры Тьерри Дансера и историк Стефани Анна Руата в рамках беседы с японским изданием Famitsu рассказали о некоторых из локаций, которые будут доступны пользователям для посещения по ходу прохождения кампаний. В частности, авторы готовят замок Азучи, замок Осака, Акунаинское кладбище, оно же самое древнее кладбище в Японии, замок Химедзи и замок Такеда. Отмечается, что это лишь некоторые из большого количества исторических зон, которые появятся в игре. Напомним, сюжет Assassin's Creed Shadows расскажет о событиях, происходящих в феодальной Японии. Релиз должен состояться 15 ноября на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Стоимость стандартного издания составит 70 долларов, голд издания 110 и ультимативного издания 130 долларов. Netflix объявила о производстве третьей части серии комедийных детективов «Достать ножи». Официальный анонс состоялся на странице сервисов в социальной сети Twitter, а также на YouTube-канале. По информации с публикации, лента будет называться «Wake Up Dead Man». В качестве даты премьеры указывается 2025 год, пока что без конкретных сроков. Постановщиком картины выступит автор двух предыдущих частей Райан Джонсон. Другой информации на текущий момент нет. Sony начала производство нового приключенческого проекта в сотрудничестве с турецкой студией Shadowfall Studios. Анонс о совместной работе появился на странице разработчиков в социальной сети Twitter, а информация о предстоящей игре поделилась издания TCMF Games. По словам журналистов, это будет приключенческий тайтл под кодовым названием Project Dairon, в основе которого лежит тюркская мифология. Из подробностей отмечается гибридная боевая система, опирающаяся на магию и ближний бой, механика создания рун. Помимо этого, заявлен кооперативный режим на двух человек и возможность полного одиночного прохождения. Отмечается, что Project Dairon достаточно сильно напоминает Evout от Obsidian Entertainment. Официальный анонс проекта ожидается в ближайшие дни. А теперь календарь событий на завтра. Торнинг 28 мая. Состоится релиз файтинга Multiversus. ММО Палия получит новый крупный контентный патч. Vampire de Mascarade Cottage of New York выйдет на смартфонах. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, а также в любом случае оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по сегодняшним новостям. Напоминаем также, что у нас есть канал в ТикТок, где 2 раза в день выходят короткие сводки новостей и группа в Телеграм, где доступен весь наш контент. Ссылки на них в описании под видео. Там же ссылки на нашей странице Boosty Donation Alerts для помощи в существовании и развитии канала. Еще раз большое спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok